В Твери ловили без билетников в общественном транспорте. Очередной рейд сотрудников транспорта Верхней Волжья при поддержке представителей Росгвардии прошел в областной столице во вторник, 24 августа. Как показало профилактическое мероприятие, далеко не для всех тверетян совесть лучший контролер. Уважаемые пассажиры, оденьте, пожалуйста, маски, масочный режим. Приготовьте, пожалуйста, карты билета на линии контроль. В форме надежды корпоративных цветов транспорта Верхней Волжья и считывающие устройства в руках. Контролеры в тверских автобусах за полтора года работы новой модели пассажирских перевозок уже перестали кого-либо удивлять. Профилактические мероприятия, направленные на сокращение количества безбилетников, проводятся в общественном транспорте Твери регулярно. На линии ежедневно работает более 60 контролеров. Выбираются те маршруты, где концентрация зайцев наибольшая. У нас есть специальная программа, которая позволяет нам определять очаги наибольшего количества безбилетников. Контролеры работают в две смены, с 7 до 7, с 10 до 10. Поэтому мы, в принципе, охватываем весь временной период. Конечно, большее количество пассажиров это у нас часы пик, утренние и вечерние. Впрочем, находятся те, кто не спешит оплачивать свой проезд и в другие часы. К примеру, вот эта женщина уверяла контролеров, что приложила карту к валидатору. Однако считывающее устройство говорило об обратном. Оплатить проезд у водителя пассажирка отказалась. На место пришлось вызывать сотрудников Росгвардии. Приложила карту навигатора. Я не знаю, что там не работает аппарат или что. А так, водителю можно обратиться? Какие проблемы? Везде же тут описано. Народа очень было много. Я отсюда пойду к водителю. А как ты сюда едешь? Ну, я не знаю. Это потому что не моя же проблема, что аппарат не работает. Однако неработающий валидатор не повод ехать, что называется, зайцем. В подобных случаях проезд нужно оплачивать у водителя, напоминают представители компании-перевозчика. Между тем, подобные совместные рейды, в которых участвуют представители Росгвардии, отмечают в транспорте Верхневолжья, уже дают первые результаты. Подведение нами промежуточного итога совместных мероприятий показало эффективность данных мероприятий. Так как количество, скажем, лиц дообелеченных, то есть тех, кто готов дообелетиться, выросло на 20%. Это буквально вот за пару месяцев. Сегодня в автобусах транспорта Верхневолжья оплатить свой проезд можно разными способами. С помощью транспортной карты «Волга», банковских карт «Мир», «Виза» или «Мастеркард», а также QR-кода из мобильного приложения «Волга». Также пассажиры могут уплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области или наличными у водителя.